Продолжение следует... Мы с вами поговорим об обучении чтению разножанровых текстов с заданной глубиной понимания на уроках английского языка в пятых-девятых классах. По старшей школе мы как-то уже такой вебинар проводили, поэтому примеры из 10-11 класса, если вам это интересно, конкретно этот период обучения, можете посмотреть видеозапись вебинара. А сегодня мы с вами разберем именно основную школу, и все примеры будут по основной школе, по пятым-девятым классам. Я думаю, что очень часто вы себя ловили на мысли, как организовать обучение чтению, как конкретно сделать упор на то, чтобы учащиеся поняли, с какой глубиной понимания нужно читать тот или иной текст. Чтобы обратить их внимание, как обратить их внимание на то, что каждое конкретное упражнение нужно сначала понять, что от тебя требуется, а потом уже решать, каким типом чтения его нужно читать. То есть как нужно с ним справляться. То, что не всегда только от задания зависит то, каким типом чтения нужно его прочитать, что надо посмотреть на сам текст. И вот, наверное, в такой ситуации, как картинка изображает педагога, был каждый из вас. Поэтому у меня сначала к вам вопрос, чем все-таки характеризуется глубина понимания. Мы это с вами сейчас будем разбирать на примерах, но теоретически, что такое глубина понимания. Глубина понимания характеризуется тем, до какого порядка сущности проникает наша мысль в процессе понимания. То есть насколько глубоко нам нужно быть погруженными в тему, чтобы полностью понять на том уровне, на котором нам нужно эту тему понять. То есть относительно задания. Если у нас с вами ответы на вопросы, то есть как нужно прочитать текст, чтобы быть готовым ответить на вопросы. Если у нас художественный анализ текста, то насколько нам нужно внимательно читать текст, чтобы выполнить верно задание на художественный анализ текста и так далее. То есть вот в этом и заключается характеристика глубины понимания. И поэтому у меня к вам вопрос. Я думаю, что в качестве разогрева мы немножко в чате попечатаем. Как мы с вами читаем за завтраком газету? С какой глубиной понимания? Будем их постепенно делать. Вы можете по одному отвечать. Сначала про газету, потом про текст на сайте, потом уже про художественные произведения. Я буду на каждую строку показывать один из наиболее верных вариантов ответа. Потому что не всегда здесь он будет единым. Но так или иначе. С какой глубиной понимания, коллеги, мы с вами читаем за завтраком газету? Или журнал. То, что нам попалось под руки. Так, про звук пишут, что у кого-то нет звука. Коллеги, у всех звук есть. Но хотя если бы у многих не было бы звука, об этом уже я, наверное, знала бы, потому что в чате написали бы. Да, вижу, что плюсики, звуки есть. Так, мы просматриваем газету. Вот Ольга Александровна пишет. Да, мы ее сканируем, просматриваем. Абсолютно верно. Да, это если у нас с вами, опять же, да, зависит от того, с какой целью и какую газету мы с вами просматриваем. Я думаю, что если бы это, допустим, была бы учительская газета, например, и мы бы какую-то конкретную статью выбрали себе, потому что она нам очень необходима, допустим, для того, чтобы подготовиться к методическому заседанию методического объединения, нам нужно выступить с какой-то темой о, допустим, нововведениях, скажем, каких-то документах, стандартах, допустим. Соответственно, нам нужно здесь уже будет читать ее более вдумчиво, потому что мы будем выделять для себя какие-то факты, которые мы хотим пересказать нашим коллегам. Правильно? Наверное, так. Но если, как здесь написано, абстрактный пример, просто читаем за завтраком газету, да, действительно, мы ее бегло читаем, просматриваем или мы ее сканируем. Так и есть. Давайте посмотрим. Да, действительно, мы с ней знакомимся. У нас будет ознакомительное чтение или просмотровое чтение. А если мы с вами читаем тексты на сайте, который выпал нам по запросу в поисковике, мы его запрос этот делали, нам выпали сайты, и мы выбрали какой-то сайт, читаем на нем тексты. Итак, готовимся, допустим, к лекции, к выступлению, к чему угодно. Так, еще у кого-то тоже нет звука. Коллеги, у кого не хватает интернета на то, чтобы шел звук, помните, что вы можете заморозить видео. Я надеюсь, что сейчас вам об этом сообщат в чате мои коллеги, что они сейчас напишут, что если звука вдруг нет, то вы можете заморозить видео. Для этого очень легко это сделать. Вы наводите курсор мышки на видеозапись с моим изображением и выбираете самый правый появившийся значок. Кликайте на него, у вас не будет видео, у вас будет вот этот задний фон, такой вот грязно-белый, он у вас останется, и звук будет лучше. То есть, может быть, у вас звук просто не ловится. Итак, как же мы с вами, с какой глубиной понимания читаем тексты на сайте, который нам выпал в поисковике во время подготовки к лекции. Вот есть варианты изучающие. Выбираем нужную информацию, то есть, соответственно, поисковая. Ищем, потому что... От нее я сказала, что единого ответа здесь не будет. Я бы предлагала какие-то определенные. Если есть вариант ответов, они у меня будут сейчас высвечиваться. Но, так как я все-таки могу это пояснить устно, поэтому мы с вами это разберем. Да, выбор информации. Действительно. Коллеги правильно написали. Спасибо большое. Отдевляю, что написали в чат, потому что у меня сегодня почему-то не пишут коллеги, не подсказывают мне. Итак, действительно, мы просматриваем и ищем. То есть, у нас и просмотровое здесь чтение может играть роль, потому что мы все равно сначала, даже если этих текстов несколько на сайте, статей может быть несколько, мы их просматриваем, точно ли это то, что нам необходимо, для подготовки, допустим, лекции или выступления. После чего, соответственно, мы уже либо вчитываемся очень подробно, и, соответственно, делаем изучающие чтения, либо мы просто ищем конкретно в большой объеме информации ту, которая нам необходима для подготовки статьи. Может быть, это будет какое-то определение, цитата какого-то известного ученого, и вы читаете эту статью и пытаетесь ее найти. То есть, все зависит от той цели, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали, зачем мы конкретно за этот текст взяли. Ну и последнее, значит, с какой глубиной понимания мы с вами читаем художественное произведение для того, чтобы сделать его лингвистические анализы. Здесь, я думаю, все уже очень просто, абсолютно понятно, что никакой либо другой вид чтения, кроме одного конкретного, нам не подойдет для того, чтобы читать художественное произведение, чтобы сделать его лингвистический анализ. С полным пониманием, абсолютно, да. Сразу же коллеги подряд написали, потому что это действительно очень очевидно, мы не можем не понять полностью текст, чтобы сделать его худоанализ. То есть, обязательно нужно с полным пониманием, то есть, reading for detail, или изучающее чтение, или просто чтение с полным пониманием. Конечно. Спасибо большое, коллеги. Я надеюсь, что немножечко мы с вами как-то вечером разогрелись, и можем теперь уже посмотреть примеры, в том числе будем смотреть, и уже это будет более красочно. Вот здесь у меня вопрос, опять же, с какой глубокой пониманием предполагается читать данный текст. Ну, я думаю, что здесь несложно разобраться, все-таки, чем просто какие-то абстрактные примеры, примеры с иллюстрациями, всегда. В рекомендациях книги. Если мы сначала полностью разбираем вопросы, снимаем все возможные вопросы детей по поводу содержания каждого вопроса, они могут где-то не до конца понимать, что от них спрашивается. Бывает такое, что вот, ну, просто, может быть, они устали, может, у вас внеурочная деятельность, да, и они уже шестероку подсидели, и все, у них уже глава не варит. Такое бывает. Соответственно, вы разбираете вопросы, да, после этого уже читаете текст, и когда вы читаете текст уже с разобранными вопросами, вы выполняете поисковое чтение, потому что вы по тексту, по тому, что написано, ищите конкретно ответы на эти вопросы, не более того, да, то есть вам даже просмотровое чтение здесь не понадобится, то есть это будет лишняя трата времени. Если же вы не будете, допустим, следовать тому, как написано, работать в методических рекомендациях, а просто возьмете, как обычно, сначала текст разберете, прочитаете с ними текст, да, просмотрите этот текст, просканируете его, сделаете просмотровое чтение, да, а потом уже будете разбирать вопросы и искать на них ответы, вы просто делаете два вида чтения. Вы сначала сделаете просмотровое чтение, а затем вы будете делать опять все равно поисковое чтение. Для сокращения времени работы над конкретно данным упражнением, я как автор советовала сначала разобрать вопросы, проверено, что так будет быстрее, сделать сразу поисковое чтение по данному тексту с уже имеющимися вопросами, которые они уже понимают, о чем спрашиваются. Если же мы смотрим, да, у нас дается текст, задание нужно его, естественно, прочитать и выполнить упражнение после текста, и вопросы к тексту у нас даются после текста, то здесь уже подразумевается, что мы сначала читаем текст, да, мы с ним полностью знакомимся, о чем идет речь, что описывается, да, делаем просмотровое чтение, после этого делаем упражнение и уже возвращаясь к тексту, когда ищем ответ на каждый вопрос, выполняем поисковое чтение. Точно то же самое со вторым упражнением, когда мы соотносим идею Джефферсона с тем, что у нас написано было в тексте, да, тоже мы опять же возвращаемся и делаем поисковое чтение. Когда мы выполняем третье задание, здесь уже в нем написано, да, что нам нужно read through, да, и, соответственно, когда мы делаем такое, да, проскальзывающее буквально, да, просто скользим глазами по тексту, естественно, здесь уже понятно, что мы делаем исключительно ознакомительное просмотровое чтение и не более того, да, потому что нам будет этого уже достаточно. Мы с тем, кто хорошо познакомились, мы его изучили, мы нашли ответы на вопросы, мы обсудили и посмотрели все идеи, да, мы готовы выполнить это третье упражнение. То есть, исходя из вот тех примеров, которые уже были, да, понятно, что глубина понимания напрямую влияет на то, какой тип чтения нужно выбрать к тому или иному тексту. По типам чтения очень много классификаций, чаще всего их просто делят на изучающее, просмотровое чтение и поисковое чтение. Также есть еще вариант классификации, вы видите справа колонка, когда выделяют помимо этих трех типов чтения, еще выделяют ознакомительное чтение. То есть, авторы предполагают, они видят разницу между ознакомительным и просмотровым чтением, в том, что ознакомительное чтение предполагает в себе понимание главного и наиболее существенного в тексте, то есть это reading for gist, а просмотровое чтение они понимают как чтение с пониманием общего представления о содержании того, о чем говорится в тексте, о теме, о круге рассматриваемых в нем вопросов. То есть просмотровое, они предлагают его рассматривать в принципе как просто посмотреть на текст, бегать взглядом просто на статью и сразу же сказать, она вот о том-то, рассказываются какие-то аспекты, но не более того, то есть даже его не читать по диагонали. То есть общее содержание. Если же нам надо понять главную и наиболее существенное, то мы делаем reading for gist, то есть ознакомительное чтение. У меня сейчас на слайдах, там мы будем смотреть с вами примеры, будут исключительно подписи из левой колонки попроще, изучающие просмотровое и поисковое чтение, где-то будет немножечко другой терминологии, но в основном будет вот эти три термина использоваться, потому что я не стала все-таки делить на ознакомительное и просмотровое, потому что все примеры между собой так связаны, что внутри, в задании иногда бывает, можно сначала начать с просмотрового чтения, а закончить ознакомительное, потому что все равно нужно какое-то упражнение выполнить, где сказать основную идею прочитанного текста. То есть так или иначе придется это делать, придется читать таким типом чтения. И также, мы с вами это прекрасно знаем, типы чтения выделяют еще, чтение вслух и чтение про себя, и вот как раз чтение про себя делят уже на intensive reading и extensive reading. При этом extensive reading, то есть умение читать значительные по объему тексты с общим охватом содержания, когда внимание читающего сосредоточено на содержании текста, а не на форме текста, и очень важное значение имеется на словах догадка, то есть всегда стараться что-то продумать вперед, предполагать, прогнозировать дальнейшее содержание текста. Вот extensive reading делится еще на skimming reading, то есть ознакомительное чтение, skimming reading, то есть просмотровое чтение или просмотровое поисковое чтение, и reading quality, то есть чтение с полным пониманием. Вот, в принципе, еще тоже есть такая классификация, и тоже очень хорошо она используется коллегами по методике. Давайте посмотрим с вами примеры. Начнем с метаприметного партия ученика пятого класса, затем рассмотрим с вами редапы, несколько примеров из учебников, и из пособий тоже, что мы будем еще примеры. Перед вами письмо, соответственно, это эпистолярный жанр, и так как наша задача это письмо исключительно прочитать с целью познакомиться с мальчиком, с другом по переписке, а затем заполнить пропуски в письме, которое дано рядом, справа, я здесь его не показываю, чтобы покрупнее эта картинка все-таки у вас была, в том письме, которое мы якобы пишем в ответ, есть небольшие пропуски. Пропуски именно в том месте, где мальчик задает вопросы нашему ребенку, кто держит тетрадь в руках. Соответственно, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно найти их сначала по тексту письма. Мы просматриваем весь текст письма, мы знаем, что это мальчик Джим, возможно, они у вас уже занимались по методикаментному портфелю в четвертом классе, это тоже вполне такая реальная ситуация, тогда они тем более знают такой Джим. Мы просмотрели, узнали, что Джим теперь пользуется не обычными письмами, не snail mail, а e-mail, что вот он себе e-mail создал, за то, что он им пользуется. И, соответственно, нами предполагается выполнение задания дописать письмо до конца. У нас практически уже все написано, нам нужно просмотреть, найти вопросы, дать ответы на вопросы, то есть будет просмотровое чтение. Если у нас другой, вот сейчас уже пример, по заданию мы должны заполнить таблицу, используя информацию из прочитанного текста. Текст был у нас в письме, получен, конечно же, мы занимаемся по письмам, которые нам присылает мальчик по переписке, и мы видим, что по заданию нам как поможет письмо, так и те знания, и просто жизнь, которые живут пятиклассники. То есть ту колонку, ту колонку, которая называется Great Britain, те три поля, которые не заполнены, потому что практически все в ней уже вписано, они заполняют, глядя в текст. Ту колонку, что у нас называется Russia, они некоторые строки могут посмотреть, как заполнено в колонке Great Britain, и возможно сделать кальку, то есть перенести это на обучение в России, и возможно это там им поможет, там есть такие строки, а где-то в некоторых случаях нам ничто не подсказывает, ни текст, ни соседняя колонка, и нам нужно применить уже свои знания и тогда заполнить эту колонку до конца. То есть чтобы выбрать информацию из текста и заполнить ею таблицу, те три пункта по Great Britain, по колоночке, нам нужно, конечно же, сделать поисковое чтение. То есть мы возвращаемся к тексту, смотрим, делаем поисковое чтение и, соответственно, выполняем задание. На чтение с полным пониманием. У нас тоже пример из Медвилетова Порфири, ученика пятого класса. Задание – это read the unusual story and do the tasks one by one. То есть основная ключевая фраза здесь, что нужно выполнять эти задания при чтении подряд, так как они идут в тексте. То есть нельзя перескакивать со строки на строку, не читав ее до конца. Нельзя сначала делать первое задание, первое предложение, потом делать последнее предложение. Почему? Потому что теряется сама суть упражнения. Нам нужно следить, насколько внимательно наши учащиеся могут читать даже не тексты, не содержащие какого-то смысла. А здесь как раз текст особого смысла вообще и не содержит. Он именно поэтому так и написан. Он кажется очень глупым, кому-то смешным, но он нужен для того, чтобы посмотреть, насколько они могут удерживать свое внимание на чтении текста. После того, когда они выполнили все задания, они заворачивают часть страницы и проверяют себя по ответам. Ответы там уже есть. То есть чтобы сделать такое упражнение, чтобы не перепутать, допустим, что нужно именно раскрасить кружочек, а не нарисовать, скажем, этот кружочек заново после какого-то слова. То есть именно paint the ball. А чтобы они не перепутали, что именно между определенными цифрами надо писать слово yes, а то, может быть, они перепутают цифры здесь в ответе. Уже мы видим, как все должно было выглядеть. Может быть, они у вас забыли, как будет именно вычеркнуть, что это cross. Может быть, они перепутали подчеркнуть слово и вычеркнуть слово. То есть если они здесь не поймут какие-то определенные термины, то у них не получится выполнить это упражнение. Соответственно, это будет чтение с полным пониманием. Давайте дальше посмотрим. Тоже пример на чтение с полным пониманием. Вы не думаете, что в метапометном портфеле все задания на чтение с полным пониманием ни в коем случае. Большинство заданий именно на просмотровое и поисковое чтение. Мы именно этому стараемся их научить. Но есть задания, которые предполагают себе все-таки чтение с полным пониманием, то есть изучающее чтение. Нам нужно, следуя инструкции, инструкции у нас даны справа, вот здесь вот, мы их видим, я стрелочки показываю. Следуя этой инструкции, пройти весь квест, назовем его так. Соответственно, мы заходим через первую комнату, и вторая, третья, четвертая, пятая и так далее, шестая, седьмая, восьмая. Выполняем эти задания. Если мы вдруг что-то по этой инструкции не поймем, то задание мы выполнить корректно не сможем. Соответственно, у нас не получится слово, из которого не получится выбрать никакую букву, чтобы писать ее сюда в окошке. И в итоге не получится слово. Поэтому лучше, конечно же, прочитать эту инструкцию изучающим чтением, полностью разобрать, всю ее понять, и, соответственно, на этом выполнить задание. Вебинар у нас будет длиться час, то есть предполагаю, что через полчаса мы как раз его уже должны будем заканчивать. Далее. Посмотрим примеры из пособий RedUp. Я здесь сразу весь слайд такими пособиями положила на презентацию. Не просто так, а чтобы именно напомнить, особенно тем, кто, может быть, не использует пособия RedUp, в чем сущность данных замечательных пособий по обучению чтения. Вы видите, они из 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го классов. Мы будем смотреть примеры конкретные с 5-го, 8-го и 9-го класса и посмотрим, какие есть жанры, тексты каких жанров есть вообще во всех RedUp из 2-го по 11-й классов. Особенность данных книг, книг для чтения серии RedUp, это способствовать становлению ученика как компетентного читателя. То есть используются такие приемы, как деятельностный подход к обучению чтению, аутентичность текстов и заданий, действительно широкое жанровое разнообразие. Мы сейчас все посмотрим. Исследовательско-творческий характер заданий, особенно в 2-м, 3-м, 4-м классе. Рефлексивный подход. Почему рефлексивный подход? Потому что в каждом RedUp в конце есть Reading Diary, и учащиеся его заполняют и выражают свое отношение к прочитанному тексту, к каждому, который имеется в книге. И также, конечно, интеграция видов речевой деятельности и подготовка к итоговой аттестации. Это когда мы говорим про RedUp для 8-го, 9-го, серого, 11-го класса. О разнообразии жанров. Вторые и четвертые классы. Мы с вами видим сказки, рассказы, пословицы, комиксы, это то, что действительно любят дети, информационные тексты, стихотворения, басни, легенды, письма, инструкции. То есть все, что можно встретить и действительно научить ребят это правильно читать для выполнения какого-то определенного задания. Пятые и девятые классы. Расширяется уже список, это видно и потому, что шрифт стал мельче, в точно такой же колонке. Добавляются мифы, легенды, басни у нас, расписание, программы мероприятия, отрывки из художественных произведений, научно-популярные тексты, веб-сайты, веб-страницы. То есть все это добавляется в пятом-девятом классе и также оно есть в десятом-одиннадцатом классе. Более того, в десятом-одиннадцатом классе они еще читают рекламные тексты, буклеты и объявления, читают биографии, мемуары, драматургию. То есть уже становятся тексты сложнее, более такие насыщенные по содержанию. Давайте посмотрим и начнем как раз со стихотворения. Стихотворение Ивли. Мы должны прочитать это стихотворение, по заданию и пронумеровать картинки в правильном порядке. Картинки у нас представлены. Если вдруг у вас мелко, коллеги, вот здесь приблизительно у вас есть лупа, а когда вы на эту лупу нажмете, у вас увеличится слайд и может быть будет удобнее читать. То, что представлено на слайде. К сожалению, вебинарная площадка все-таки искажает картинки, которые мы кладем для презентации. Поэтому не очень хорошо все видно. То есть вот в эти окошки нашим учащимся нужно продолжить. Первая это будет картинка Ди. Нам нужно продолжить и пронумеровать все эти иллюстрации в правильном порядке относительно того, как идет рассказ в данном стихотворении. Есть глоссарий со сложными словами, которые, возможно, не знают ваши учащиеся. И, соответственно, они выполняют упражнения просмотровым чтением. Почему? Потому что если мы здесь начнем читать изучающим чтением, мы можем очень сильно завязнуть. И, вчитываясь в каждое слово, нам это даже не понадобится. Здесь небольшой текст, и не особо есть что изучать. Это стихотворение. Если мы сразу же начнем делать поисковое чтение, это малореально. Почему? Потому что нам не поможет поиск ситуации, которую мы видим глазами визуально, то есть картинку в стихотворении, которое написано словами, это текст на английском языке. Учащиеся не смогут сделать такого действия. То есть просто подумать, о чем должно было быть в этом моменте стихотворения, и найти это по тексту. Не получится. Все равно сначала нам нужно будет сделать просмотровое чтение и полностью с этим текстом познакомиться, прочитать его, понять, что действия шли в таком порядке, и постараться пронумеровать. Более того, подсказка, первая картинка, она уже у нас пронумерована. Прочитая информацию, скажи, где находится северная звезда. Нам в задании уже дается конкретный вопрос, зачем нам читать этот текст. То есть когда мы уже понимаем, что здесь смысловое у нас будет чтение, смысл чтения данного текста, то мы можем ответить на поставленный в задании вопрос, где находится северная звезда. Естественно, это будет просмотровое чтение, а также это может быть поисковое чтение, если вы будете просто искать ответ на поставленный вопрос, сканируя весь имеющийся текст. Вопрос вижу в чате, когда выйдут редакт для 6-го и 7-го класса. Коллеги, авторы нам в издательстве ни 6-го, ни 7-го класса редакт не сдавали, возможно, они очень сильно заняты. Так что, не знаю, к сожалению, на этот вопрос я вам ответить не могу. Следующий пример. На тексте, вы видите, написано, что это часть 2, то есть текст легенды, откуда у кенгуру взялась сумка, он разбит на несколько частей, чтобы сделать его не таким большим, потому что легенда, в принципе, довольно такая объемная. Задача точно такая же, как в предыдущем примере. Сразу же ответить на вопрос, поставленный в задание. Почему герой был напуган? То есть нам нужно выполнить просмотровое чтение, или же, как я уже сказала, если учащимся привычно делать поиск, в том числе и в больших довольно объемах текстов, то они могут сразу сидеть, вычитывать, искать по тексту, где вот здесь, возможно, есть ответ на этот вопрос. Но лучше, конечно, сделать просмотровое чтение, полностью весь текст прочитать от начала до конца, возможно, не понять значение этих слов, но точно наткнуться на тот абзац, где либо описывается ситуация героя, и был ли он напуган, как у нас спрашивается в задании, либо он просто ребенок для себя сделает выводы из прочитанного текста, что был ли он напуган, герой или не был. Прочитай вторую часть текста, ответь на вопросы. И мне осталось помещать вопросы. Мы такой пример подобный видели уже с вами на примере. Робин МакКуиза с Дайры в самом начале вебинара. И здесь то же самое. Чтобы ответить на вопросы после текста, нам нужно выполнить по тексту поиск, то есть прочитать его поисковым чтением. А когда мы читаем историю и, опять же, отвечаем на вопрос, нам нужно сделать жиренько джест, потому что нам нужно понять только основную идею, все-таки сбылись ли у Майка его мечты, и сделало ли это его счастливым или нет. И ведь такого не произошло. То есть вот такой вот совсем простой пример, из которого точно понятно, что нужно только искать основную идею, но никак не вчитываться, не делать изучающее чтение. Здесь немножечко другой пример, хотя тоже видим редакт для пятого класса. Здесь чтение с извлечением нужной информации. То есть до того, как мы читаем текст, вы видите иллюстрацию и before reading the text, answer the questions, упражнение. У нас есть четыре вопроса. Они связаны с содержанием текста, но учащиеся еще его не читают на этот момент. Они предполагают, то есть используют как раз прогнозирование. Они думают, кто такой этот человек на фотографии. Они отвечают на вопрос, когда-либо читали ли они «Алису в стране чудес» и «Алису заверкали». Они отвечают на вопрос, опять же, если они знают ответ, кто основные герои этих историй. И смотрели ли они фильмы, экранизации данных книг. После чего, когда они уже сделали предположение, им нужно эти предположения проверить. Соответственно, они должны, конечно же, прочитать текст о Льюисе Кэролле и ответить на вопросы, данные уже после текста. То есть по тексту они уже будут в поисковом чтении. Почему? Потому что они уже сами сделали предположение, они уже прочитали текст, они узнали, что и автор на самом деле, у него другое имя, реальное. И они узнают много разных фактов, после чего они, кстати, потом будут делать и устное представление, краткое текста этого по ключевым словам. Здесь там и такое задание. То есть им понадобится исключительно чтение с излучением основной информации. Понять вот каждое-каждое абсолютно слово им в данном случае для этого задания не нужно. На чтение с полным пониманием. Например, уже кардинально другой. Почему другой? Потому что если мы в данной инструкции, а у нас есть на самом деле инструкция, то это следующий слайд. На одном слайде, когда я их странички ковала на один слайд, они были уже совсем-совсем маленькие, поэтому я их все-таки на два раза слайда разнесла. Вернусь пока сюда. How to make a paper plate Humpty Dumpty Puppet. У нас есть инструкция, как его делать, но вся инструкция перемешана. В правильном порядке у нас стоят только иллюстрации. По иллюстрациям, ориентируясь по иллюстрациям, но ребятам нужно расставить в правильном порядке все инструкции, как сделать такого замечательного Humpty Dumpty из подручных материалов. Список материалов нужно понять полностью. Почему? Если мы его просто просмотрим, мы точно не сможем собраться по этому списку правильно и на занятия не принесем нужных вещей. Соответственно, нужно четко все понять, прочитать это полным пониманием, изучающим чтением. Если мы в самой инструкции вдруг не поймем, какой-то пункт, что нужно делать в конкретном случае, точно то же самое. Мы не сможем правильно расставить в правильном порядке. У нас в итоге будет неправильная инструкция, и по ней нельзя было собрать такого Humpty Dumpty. То есть упражнение будет выполнено неверно. Чтобы выполнить его правильно, у нас нет никакого другого варианта, кроме как прочитать с полным пониманием. То есть понять четко, о чем идет речь в каждом пункте плана. Восьмой класс редап, пример на просмотровое чтение. Нам нужно прочитать маленький кусочек, это вступление к статье, которая будет дана, соответственно, далее, в четвертом уже упражнении. А в третьем упражнении нужно прочитать маленький кусочек текста. Он для восьмого класса действительно очень простой. Это как упражнение для разогрева. И их задача сказать, о чем пойдет речь. Причем уже варианты вот этого ответа даны в A, B, C в упражнении. То есть это несложно, проглядеть, просмотреть Introduction to the article и выбрать правильный вариант ответа. Затем, когда они в четвертом уже упражнении читают текст и соотносят заголовки с абзацами, причем когда у них есть дистрактор, вариантов работает два. Почему два? Потому что, по сути, вы будете делать Reading for Gist. Именно Reading for Gist поможет вам выбрать основную идею из прочитанного абзаца и правильно подобрать к нему заголовок. То есть, с одной стороны, хотя бы авторы, например, пособия, редактор, я вчера посмотрела, то, что дается в содержании, они предполагают его читать изучающим чтением, то есть Reading for Detail. Но если мы с вами будем всегда учить ребят, подбирая заголовки, читать тексты досконально, то есть именно каждую деталь разбирать, они будут тратить на это очень много времени. Поэтому поначалу, начиная с пятого класса, когда вы учите их соотносить заголовки, или даже с четвертого класса, например, на соотнесении заголовков есть упражнение в интернет-портеле ученика четвертого класса. То есть я уже там давала им такое упражнение, потому что почему бы не попробовать, как они это действительно делают, сложно ли им, и умеют ли они выделять главное в каждом абзаце, чтобы правильно его озаглавить. Здесь точно то же самое. Они уже к восьмому классу учатся это делать, особенно те, кто собирается сдавать в девятом классе ОГЭ по английскому языку, для них это задание, оно как родное уже, подобрать заголовки. И они это действительно делают и выполняют. То есть здесь будет Reading for Detail. Немножко другой пример, хотя здесь тоже хочется сказать, что здесь нужно достаточно будет Reading for Detail. Мы на самом деле сначала выполняем первое задание, то есть рассортировываем подписи к портретам и портреты, а затем только во втором упражнении, там, где нужно прочитать описание все-таки правителей Великобритании, нужно посмотреть и свериться, правильно ли мы подобрали портрет к описанию или описанию к портрету. То есть нам нужно просто просмотреть эти тексты, просканировать их и понять, где ли мы не ошиблись. Но здесь не стоит перед нами задача с полным пониманием их читать. Пример, как до этого я показывала из среда для восьмого класса, опять же, задание, у нас с этим синие заголовков с частями текста. Мы делаем здесь просмотровое чтение, стараемся все-таки делать Reading for Detail. Это тот случай, когда ознакомительное чтение будет правильнее назвать, чем просмотровое просто чтение. То есть мы читаем с выделением основной идеи прочитанного текста. Для чего? Для того, чтобы правильно подобрать заголовок. Потому что у нас даже дистрактор есть, который нас будет путать. Здесь мы сначала делаем первое задание, в котором высказываем свои предположения. Это все, что было, кстати, у нас записано в Extensive Reading. Работаем в парах и составляем список идей, почему люди могут сдевать. И уже после этого читаем текст и выискиваем по этому тексту какие-то дополнительные идеи, которые, возможно, мы не записывали себе в список, почему человек может сдевать. Здесь научно-популярный, соответственно, жанр. Мы читаем и делаем как пометки, что мы еще можем найти, какие интересные факты. То есть это точно то же самое, если бы ребята читали статью с просто заинтересовавшими их картинками и названием в какой-нибудь газете. То есть это будет просмотровое чтение. Но не по джессу. Не ради основной идеи мы читаем, а мы все-таки выискиваем там отдельные идеи, которые у нас, возможно, еще не записаны в наш список, которые мы составляли. После того, как они тексты прочли, они делают matching. Им нужно соотнести, опять же, заголовок с кусочком текста, и они делают просмотровое чтение. То есть, правильно, как я уже сказала, будет назвать его rhythm for gist, знакомительное чтение. И один лишний заголовок, опять же, они ни к чему не соотносят. Последний, по-моему, пример из ряда для девятого класса, если не ошибаюсь. Опять же, упражнение похоже на то, что я показывала про Льюиса Керролла в пятом классе в ряда. Когда сначала они работают прогнозированием по иллюстрации, их спрашивают несколько вопросов, кто это эти люди на картинке, где они находятся, что они делают, что это за люди, почему они там оказались, оказались, о чем будет история, и где происходит вся эта история, и как ты думаешь, что это за книга, what kind of book do you think it is? После этого мы читаем описание самой книги, проверяем просто свои предположения. То есть, для того, чтобы нам проверить свои предположения, нам будет достаточно просмотрового чтения. То есть, мы просматриваем, выискиваем, верно ли мы ответили на поставленные перед нами вопросы первым упражнением. Следующее пособие – это «Кольцо друидов» «The Ring of the Druids». Мы по заданию сначала читаем текст, затем мы возвращаемся к тексту снова и выполняем определенный ряд заданий. Допустим, наша задача – соотнести имена с описанием этого героя. Естественно, мы выполняем поисковое чтение, потому что что-то ребята могут запомнить и сразу правильно соотнести, а какие-то пункты их могут смутить, они могут подумать, что они с кем-то могут перепутать этого героя, и лучше, конечно же, выполнить поисковое чтение, как и написано в задании. Посмотри на текст снова, то есть мы обращаемся к тексту и выискиваем там, кто этот человек, и, соответственно, выполняем задание уже правильно. То есть правильно соединяем с description. Либо, когда мы ищем по заданию какие-то пункты, факты, которые описываются в тексте, и, соответственно, опять же, выполняем поисковое чтение, потому что именно оно поможет нам найти, допустим, как звали короля Англии, который умер перед битвой, или кто он был в этом национальности. Даже для проектных работ мы не только тогда, когда мы готовим какой-то материал, используем определенный тип чтения, выбираем, как правильно поработать с этим материалом, но и когда мы, как здесь в примере, с New Millennium English, выбираем, на какое из двух писем мы будем отвечать. В данном проекте, это проект пистолярного жанра, наша задача сначала выбрать, на какое письмо мы будем отвечать. Вариантов у нас два. Мы их оба не изучающим, конечно же, чтением читаем, а просмотровым. То есть мы полностью с ними знакомимся, решаем, нет, мне письмо номер два нравится больше. Значит, будем отвечать на письмо номер два. Причем не просто потому, что нравится, а нужно объяснить, explain why, почему ты хочешь ответить именно на это письмо. И по каким-то фактам, мы же просмотрели письмо, мы знаем полностью его содержание, мы вспоминаем, что вот меня зацепило в этом письме то-то, то-то и то-то. Называем несколько аргументов и говорим, что именно поэтому мы будем отвечать, допустим, на второе письмо. Может быть, поисковое чтение завязано и с грамматикой, как в данном примере с happyinners.ru для восьмого класса, когда мы сначала диалог слушаем, то есть у нас здесь даже сначала идет не чтение, а listening, отвечаем на вопрос, то есть уже у нас есть вопрос, ради которого мы слушаем данный conversation. После этого мы уже читаем диалог и пытаемся найти предложение в the present perfect progressive и в the present perfect. То есть грамматику мы плавно вплетаем в чтение. То есть здесь яркий пример поискового чтения. Нам не нужно для того, чтобы найти эти слова, эти грамматические явления, прошу прощения, изучающим чтением читать или просмотровым чтением еще раз читать. Нам это не понадобится. Мы просто будем искать, просматривать от предложения к предложению. Adventures of Bob, the Hedgehog and his friends. Здесь у нас, я выделила два задания, на правой части страницы. Мы читаем дневниковые записи ежика Боба и работаем по ним. Нам где-то, вы видите, в данном примере у нас в самом задании, в первом read the story, use the word means to help you, здесь нет никакого упражнения. Нам просто написано, что мы должны прочитать этот текст. То есть мы изначально текст, в принципе, просто читаем, знакомимся, что это за ежик, что у него в данный момент, именно в этот день произошло. После того, как мы доходим до заданий, после определенного кусочка текста, допустим, нам нужно ответить who is it in the text? Нам нужно, естественно, в поисковом чтении вернуться к прочитанному и найти, о ком это сказано. Допустим, у нее трое мальчиков, у кого у нее, о ком это идет речь. Когда мы отвечаем на true-false в следующем упражнении, are these statements true or false? Опять же, на что-то мы можем ответить, даже не возвращаясь к тексту. Это было бы просто прекрасно, экономило бы время, значит, ребята хорошо познакомились с этим текстом изначально, когда они его первый раз читали. Но, если вдруг они что-то забыли, пока, может, не выполняли как раз предыдущее задание, или, может, пока не описывали себя и членов своей семьи во втором упражнении, то, конечно же, это не будет лишним, и это не страшно, если они снова вернутся к тексту и найдут информацию, правда или ложь. Правда или ложь. Страницы в ритмской истории тоже я взяла как пример. Здесь уже будет у нас более исторический текст о короле Артуре, где сначала для того, чтобы ответить на вопрос, мы делаем find out, выясни, почему, мы делаем просмотровое чтение, то есть четко ищем ответ на вопрос методом прочтения всего, что нам дали, потому что нужно же выяснить, почему это произошло, значит, нам не хватит просто прочитать первые два абзаца и выяснить, почему именно так случилось с королем Артуром. А вот когда мы уже ищем ответы на вопросы, мы точно так же, как и в предыдущих примерах подобных, делаем поисковое чтение. То есть уже пользуемся текстом, как материалом, в котором нужно найти ответы на вопросы. Business English for Young Adults. У нас задание, нам нужно прочитать артикл, статью, и сказать, какую презентацию мистер Ричардсон должен сделать и получилось ли у него, все ли у него, достигли он своей цели. Конечно, чтобы проще справляться, у нас есть и глоссарий, у нас, в принципе, очень много здесь подсказок и на странице, да, и задания есть, да, похожие, да, но для того, чтобы правильно сделать, нужно прочитать просмотровым чтением, изучающие здесь не нужно, потому что уже по каким-то определенным пунктам в чтении этой статьи будет понятно, получилась ли у него презентация или не получилась у него презентация, и что это была за презентация. То есть для этого, опять же, не нужно читать полным пониманием этот текст. И как раз опять, да, примерно, больше даже ознакомительное чтение, чем просмотровое, да, если воспользоваться второй классификацией, для насильно роговой, да, то мы, конечно же, делаем reading for gist, чтобы правильно подобрать заголовок, это задание слева, и чтобы правильно сказать true, false, not stated, мы делаем поисковое чтение, потому что мы сначала просмотрели весь текст, познакомились с ним полностью, и для того, чтобы нигде не ошибиться, это все-таки экзаменционные задания, да, мы учим ребят возвращаться к тексту и перепроверять себя, что они не придумали это сами, что они очень часто любят ее, да, согласитесь, они берут и додумывают за автора текста, о чем на самом деле там шла речь, что это было true, false, not stated, да, по каким-то определенным фактам. Вот чтобы этого не случалось, мы просим их все-таки возвращаться к тексту, а не делать просто по памяти, что им кажется, что там было, было такое сказано в тексте, или что этого вообще не было сказано. Лучше вернуться, посмотреть, перепроверить себя, то есть сделать поиск. То есть вот такие вот примеры, и, как я и сказала, да, я такой большой итог общий подведу такой таблицей, именно по типу чтения и самые такие, наверное, характеризующие этот тип чтения, формировки заданий, допустим, на просмотровое чтение можно прочитать комикс, да, согласен ли ты с каким-то героем, да, нам нужно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, просто весь этот комикс прочитать, просмотреть, не нужно изучать его полностью. Если же нам нужно ответить на вопрос, допустим, прочитай четвертую часть выдержки из книги Джером Квапки Джером, да, и скажи, что делает проявствователя злым, почему он злой. Тоже просмотровое чтение, нам же достаточно просто просмотреть и понять, что там было не так, да, почему он злой. Если у нас в самом задании уже написано, read the text quickly, понятно, что мы не делаем изучающее чтение, мы именно что-то быстро просматриваем. На поисковое чтение тоже, как правило, уже в самом задании дается наметка на то, что необязательно читать его полностью с полным пониманием. Look through, либо match что-то с чем-то, да, нам нужно, чтобы что-то правильно сделать, matching, нам нужно обратиться опять к тексту, то есть выполнить поисковое чтение. Либо напиши список подарков Боба, кто что подарил. Опять же, нам придется вернуться к тексту и просто найти эти факты по тексту. Кто, что, да, поисковое чтение. А вот изучающее чтение, как действительно, да, у меня правильно написано в колоночке вправо, то, что ответы базируются на материале, который не дан открыто в тексте, то есть это скрыто. Допустим, когда нам нужно сказать, как ты думаешь, что может сказать, да, здесь большая черепаха девочке, о каком бы там факте. Либо посмотри на предложение из текста, какие слова или фразы могут заменить слова, выделенные курсивом, без изменения значения. То есть мы уже смотрим глубже в текст, вне поверхности, мы не делаем reading for gist, мы ничего в нем не ищем, а именно от нас просят выполнить такое задание, которое подразумевает под собой полное понимание, то есть reading for detail того текста, которым мы работаем. То есть как все-таки учить читать с необходимой глубиной понимания? Нужно показать ребятам, что не всегда необходимо читать весь текст, не всегда необходимо знать его перевод полностью, более того, переводить что-то, читать, переводить, это вообще другой вид речевой деятельности, это не чтение. Для того, чтобы выполнить некоторые упражнения, даже в принципе перевод и рядом не стоял, он не нужен. Нужно усложнять задание постепенно, то есть начинать попроще, со знакомительного, основную идею выискивать, с просмотрового, с поискового чтения и переходить уже к изучающему чтению, то есть идти ни в коем случае не наоборот, чтобы ребята понимали разницу. И, конечно, обращать их внимание на то, что изучающие чтения, то есть reading for detail, с полным пониманием, как его еще можно назвать, уже я все перечислила, оно встречается прежде всего. То есть если мы с вами вебинар сейчас в голове прокрутим, примеров с полным чтением, с полным пониманием у меня, наверное, было 5. Тогда, как остальных примеров, здесь было слайдов 30-35. Сейчас сделайте выводы. Даже, в принципе, найти-то сложно с чтением с полным пониманием. И, конечно, для осуществления эффективного чтения на иностранном языке нам помогут такие навыки, как игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению поставленной задачи, вычленять смысловую информацию, читать по ключевым словам, это тоже очень важно, и они учатся этому, действительно, к 9 классу. Работать со словарем, с комментариями, со сносками. Бывает такое, что ребята сначала не видят каких-то комментариев, которые даны уже в сносках, они не забывают сразу про то, что, возможно, можно воспользоваться где-то словарем, особенно, если это какое-то дополнительное пособие, и в нем основная идея, как передавь, допустим, научить читать, почему там не воспользоваться этим wordlist, который уже дан, или как про ежика Боба мы с вами смотрели, пособие тоже, там уже есть этот wordlist, и нужно воспользоваться. И, конечно же, интерпретировать и трансформировать текст. А без базы словарного запаса любая работа текстом нереальна. Это, в принципе, понятно. То, что... Поэтому они учатся читать, и если вы сравните учебник второго класса, где тексты будут состоять, допустим, даже если мы с вами откроем, кстати, колени, и можете посмотреть в, не знаю, страничках, они у нас вывозены, не вывозены, на английский час в магазине. Редап для второго класса тексты очень-очень маленькие. Там 3-4 предложения из тех слов, которые ребята выучили, и они вот составлены максимально как-то в одной связке, чтобы ребята могли из них что-то понять из этого мини-мини-мини-мини-тикста. Тогда как с увеличением класса, то есть уже в третьем, четвертом классе, если вы откроете, там уже будут все-таки такие легенды, это будут басни, то есть там уже будет и слов больше, и текста больше. Но они эту лексику уже знают. А если вдруг они ее не знают, она дана в Word List, если она не дана в Word List, то возможно конкретно в каком-то упражнении можно воспользоваться словарем, потому что, как я вам напомню, это метапредметное умение иметь пользоваться носками, комментариями, словарем. Да, конечно, на экзамене этого не делают, но на экзамене и не даются тексты, в которых нет незнакомой для них лексики, потому что определенные темы, согласно примерной программе, они должны изучить к 9-му классу и к 11-му классу. Соответственно, тексты только на эту лексику и дадутся. Плюс очень много материалов, по которым мы, ребята, готовим, конечно же, к экзамену. Они с этим справляются. Да, они учатся как раз игнорировать неизвестное, стараться даже, если они вдруг не поняли несколько слов из текста, к которому нужно добрать заголовок, они просто будут делать его, допустим, последним и выбирать именно к этому кусочку, к этому тексту из двух оставшихся, соответственно, заголовков правильнее. Обращая внимание исключительно на все, кроме тех слов, которые они не поняли. То есть, вот как-то так. Я надеюсь, что я все-таки вырубила свою мысль и основную идею вебинара. Thank you for your attention. Если у вас какие-то есть вопросы, то я буду рада на них ответить. Пока вы вопросы, может, не задаете в чате, я вам напоминаю ссылочку на интернет-магазин издательства титул, хотя вы можете кликнуть на любую ссылку, которую мы давали в чате, вы перейдете на ту книгу, которая будет, соответственно, в которой там указана, в чате подписана ссылочка. Мы есть в социальных сетях, мы есть в ВКонтакте, в Facebook, в Instagram. Наши хэштеги это издательство титул и титул паблишерс, вы можете поискать наши новости, викторины, все это по хэштегам, в том числе вам выскочит в поиске, в соцсетях. Сейчас у нас проводятся две викторины, это Teaching English Express Quiz, он до 27 октября. Мы всем, кто принимает участие, он для педагогов, выдаем электронный сертификат участника. Тем, кто ответит правильно на все вопросы, методический такой экспресс-квиз, он в каком-то моменте очень простой, где-то он кажется настолько простым, что, как я посмотрела по ответам, есть такие случаи, как коллеги случайно ошибаются. Но я думаю, что это исключительно случайно от усталки. Далее, тем, кто ответит на все вопросы правильно, мы выдадим электронный диплом победителя и у нас разыгрываются здесь очень хорошие призы. Призы у нас будут, на призы выбраны три человека из списка победителей методом рандома, то есть просто генерации случайных чисел через сайт, вы видите его, randomizer.org. В подарке, то есть в призе, три книги, это книга Кирилла Павловича Словоохотова, новинка, грамматика, сборник упражнений английский язык, книга Галины Михайловны Фроловой, грамматика английского языка для школьников и поступающих в УЗА, теории и практика, и книга Артема Петровича Гулова, Olympia Builder, Use of English, Book 3, то есть та книга, в которой 75 заданий. Очень такой хороший, мне кажется, приз, да, и ради него стоит поучаствовать, и вдруг именно вы станете еще и тем счастливчиком, кто, помимо того, что получит диплом победителя, ответив на все вопросы правильно, еще и приз вам вдруг выиграете. И 28 октября на самой конференции, на Sky Teach Conference, которая тоже является, вы видите здесь, организатором этой викторины, будет объявлено три человека, победителя, кто получает эти призы, то есть кому они были все-таки в итоге разыграны. Так что регистрируйтесь на Sky Teach Conference, чтобы как минимум, если вы поучаствовали, узнать, а вдруг именно вы выиграли приз. Также у нас проводится еще викторина Jane Eyre Quiz, она до 15 ноября, и здесь могут участвовать ваши учащиеся, начиная с 5 класса общеобразовательной школы, и далее все желающие, педагоги, то если вы просто любите Jane Eyre, книгу, вы просто хотите проверить свои знания, главное помните, что ответ дается на английском языке, это у нас есть в условиях викторины. То есть сразу же про себя думайте, что те, кто отвечали на русском языке, мы можем точить такие варианты ответа. Все участники получают электронный сертификат участника, победители, то есть те, кто ответит на все вопросы викторины верно, получат электронный диплом победителя, а первый, 50-й и 100-й, правильно ответившие на все вопросы, получат по редаку для 11 класса. Я вам сразу скажу, что первый у нас человек уже такой есть, 50-й человек тоже недавно, буквально на днях появился 50-й победитель, а мы ждем сотого победителя, это человек, который сотом ответит на все вопросы викторины правильно. И по новинкам у нас вышла книга Марианны Юрьевны Кауфман и Кларса Акуны Кауфман «Как научиться читать по-английски». У ней, как вы знаете, я уверена, что смотрели вебинар авторский, если нет, то посмотрите, было очень интересно, авторское классическое чтение, конечно же, разбираются правила чтения, очень много упражнений, есть песни и очень много страновического материала, что помогает ребятам в освоении как раз чтения, очень такого аспекта сложного. И в книге есть бесплатное аудиоприложение, она уже есть на интернет-магазине, можете посмотреть. И грамматика, сборник упражнений, как я уже сказала, книга Кирилла Павловича Лохотова, она новинка, вот вышла буквально на прошлой неделе, мы ее разыгрываем, три таких книжки мы разыгрываем конкурсом репостов в группе ВКонтакте, в группе «Зай стать титрой ВКонтакте». Как обычно, условия не меняются, вам нужно быть подписанным на группу и поделиться, найти эту запись на стене группы и поделиться ею себе на стену, профиль ваш личный и сохранять до розыгрыша. Розыгрыш будет 1 ноября. Тоже, да, с помощью рандомайзера выберем трех счастливчиков, кто получит бесплатно эту замечательную новую книгу. Книга такая, вы знаете, очень убитая, толстенькая получилась, есть очень-очень много там заданий, очень здорово по ней уверенно заниматься. Код для генерации сертификата, коллеги, у нас в чате. Я надеюсь, что без проблем вы себе сгенерируете сертификат. Код для генерации неужели, коллеги. Как получить сертификат описания, инструкция на слайде. Ссылочки на все векторины все у нас тоже в чате есть. Пролистайте чуть-чуть вверх, найдете. Это несложно. Спасибо вам большое за отзывы. Еще раз, на всякий случай, код для генерации сертификата. Все, вижу. Всех все вроде бы приеду. Спасибо большое, коллеги. Всего вам доброго и до новых встреч.